По поводу ГВК, сколько их нужно, где они должны стоять. Человек, который касался этой темы, начиная просто с ее воскрешения в 2015 году, когда ГВК и вместе с Газелью хотели перевернуть, сжечь, а у Блошенко оторвать парик. Если точную цитату приводить, потому что он тоже был на дороге. Нет, они так называли, у него просто большой начес. Суть в том, я просто убежден, что даже если у нас появится 5 ГВК, бардак продолжится, потому что мы просто не можем привести к действию один ГВК, у нас сейчас более-менее рабочий, и тот по факту не работает. Потому что мы все знаем, что просто банальное правило. Там нет полиции, все, ГВК не работает. Ну и оно стоит почему-то за окружной дорогой. То есть окружная дорога заходит сзади. Да, то есть там очень много факторов, действительно. Очень много людей, которые не хотят, чтобы он работал. Есть люди, которые и в погонах, и в чиновничьих каких-то там званиях, которые... И активисты. И активисты, да, есть, которые то приезжают, то они за ГВК, потом против ГВК, потом еще что-то там. Потом вообще не интересуются ГВК. Они, может быть, ГВК на аукцион выставляют. Ну, теперь по поводу Барварского моста. Мы должны точно, тоже все должны знать и помнить, что Барварская и Морская конструкция принадлежат городу, отвечают за него города, а покрытие моста – это область. И тут должно быть какое-то взаимодействие между городом и областью однозначно. С привлечением во все колокола бить. Вот недавно Владимир приезжал к нам, слава богу, и эта тема тоже подымалась. Но не так остро, надо было поострее. Действительно, нужно что-то принимать совместное решение, что делать дальше. Потому что шутки шутками, но если вдруг случится какая-то беда, а это, по сути, техногенная катастрофа государственного масштаба, то потом будет уже не до ГВК, то есть уже наболело, уже вот-вот и жареный петух нас клюнет. Теперь по поводу действий полиции в таких случаях и литовских номеров. Действительно, есть моменты там, где полиция связана буквой закона. Например, они не могут штрафовать фуры перегруженные, или они не могут реагировать на эти литовские номера так, как это должно быть. Но есть откровенные моменты, там, где полиция, на мой взгляд, недорабатывает. То есть взять, допустим, тот же Багаевлянский проспект от Широкой Балки до Жуковского кольца, который в сезон у нас, как правило, забит фурами. Там висят знаки, слава богу, город их поставил. И что мы видим? Из года в год ситуация повторяется, да, с меньшими масштабами, но могу точно сказать, что позиция полиции такая. Ну что, это поможет? Вот я штрафую там одну, две фуры, три фуры. Это поможет? Да, это поможет. Да, если даже будет штраф 250 гривен, да, если штраф будет 250 гривен даже за неправильную парковку возле второй гимназии, это поможет. Не поможет и усугубит ситуацию. Это вот такая позиция, типа, мы не будем штрафовать. Нет, вы должны штрафовать. Я бы хотел, чтобы в этом смысле полиция там организовала какой-то террор. Не только водителям фур, которые стоят под знаками, там стоят на перекрестках, пешеходных переходов, но и тем таким мажорным родителям или другим каким-то родителям или водителям, которые просто недобросовы, которые там заставляют ту же обсерваторную или ту же адмиральскую.